Всем привет, это Love Mobile. Обсуждаем новости IT и мобильного рынка. По коням. Итак, рубрика «Китай». В Китае арестовали 469 игровых маркетологов. Маркетологов в кавычках, потому что вы поймете, почему что. Они притворились женщинами и просили мужчин больше тратить в играх. А в Китае нельзя притворяться женщинами. Да, это законодательно запрещено. Ах ты! Остальное вас в новости не смущает. Все нормально было, кроме того, что они притворились женщинами. На самом деле новость не очень корректно написана. Там дальше в расшифровке все гораздо понятнее. В общем, 469 злостных маркетологов в 35 городах занимались мошенничеством. Что они делали? По заказу девелоперов, разработчиков игр, они зазывали юзеров в приложения, ну в игры. Кстати, не обязательно в приложении, там в веб, возможно. Вот. И охмуряли их. И те юзеры покупали им всякие подарочки, да, эти несчастные влюбчивые китайцы. А геймеры очень влюбчивые и доверчивые. Да. Они видели, и они такие, вау, вот это отпад, куплю ей меч. Нет, щит, нет, все. Несчастные. И они, я сейчас процитирую, что там происходит. Во-первых, в операции участвовало 350 полицейских. Что они делали? Они в очереди около компа или что? Они такие... Друг, возможно, криминал. И такие друг к другу. Такие, ой-ой-ой, как это ужасно. И не так, залогиниваемся и погнали их искать. Как в фильмах должны такие пойти, эти вибрации типа по фильмам. Нет, нет, они, знаешь, они под прикрытием заходили в игру и такие, ну, где бы потратить деньги, где бы потратить деньги. Да, работают вообще-то, типа, что ты делаешь. Что происходило, когда жертвы совершали транзакции в обговоренных тайтлах? Я подчеркиваю обговоренных, почему здесь подчеркнуто тоже, что здесь все в сговоре и разработчики игр, и эти маркетологи. Но они их нанимали для того, чтобы потратить деньги. Процентики они получали. В общем, там, да, определенный процент за привлечение платежеспособных пользователей. Жуткая история, жуткая история, потому что там даже специальных, ну, там, как бы вот эти вот маркетологи нанимали девушек, чтобы те общались в видеочатах, в аудиосообщениях. То есть такая тройная цепочка. Да, да, получается. Смотрите, то есть это не ситуация, когда геймер такой сидит и, типа, какой-то, там, не знаю, эльфийки покупает какой-то меч вот в игре. Типичный 21-й год. Типичный 21-й год, да, медвселенная. А эльфийкой управляет какой-то такой же геймер пузатый, сидит такой. Нет, это не та ситуация. На том конце точно девушка. Возможно, это их и бодрило. Мне кажется, ну, не всегда девушка. Они просто вот когда-то, так, черт, он хочет созвониться, нужна точно девушка. И находили там такие случаи. Девчонка сидит там, привязанная к батарее, типа, твой выход. Типа, ты садишься, общаешься. Ты садишься, общаешься. С кем не бывает, действительно. Сидишь, привязанная к батарее, садишься, общаешься. Такая работа китайская. Ну, китайцы, зачем мастера придумать какую-нибудь? Они же и ботов придумывают, чтобы продвигать приложения, игры. И вот, пожалуйста, еще один вариант их. Представьте, это как услуга просто в каком-то агентстве. Да-да, это нормально. Нет, это ненормально. Но я могу себе представить это, просто здесь же ситуация, как бы удивление это наше вообще насчет чего? Насчет того, что именно разработчики игр их нанимали. Да-да-да. Раньше такого не было. Раньше это другие юзеры как бы. Если бы это была как-нибудь одна, две, три девушки, это было бы. Ой, да, кто бы обратил внимание. Кто бы обратил внимание. Но то, что компания так, ну, занимается подобным, это все равно, что я не знаю. Ну, я не знаю, насколько в Китае вот рынок, они так вот с репутацией развит у них, насколько они дорожат. Но я не представляю, что был условный там, там, электроник-карт, который мы обсуждали, который создатели FIFA специально нанимали там киберспортсменов, чтобы те унижали там в футболе игроков и стимулировали их покупать там паки с игроками, типа вот. Еще все время говорили такие, а, у тебя нет этого пака, фу, ой. У тебя нет мессии, там, билетов. Вот, кстати, хорошая предложенница со скидочкой. Да. Да, может быть так. Но это похоже на ситуацию, когда в баре приглашают девушек, бары приглашают девушек и клубы, чтобы они там танцевали, привлекали мужчин, которые их угощают напитками, думая, что они сейчас познакомятся, потом свидание, женитьба, счастливая жизнь, вот. А эти танцовщицы просто танцуют, забирают свой сертификат на коктейли, даже там, по-моему, деньгами не оплачивает такую работу. Ну, я просто не в курсе, у всех по-разному. Спалился, да, сейчас? Я не... Ты забираешь всего лишь сертификат на коктейли. О! Не вырезаем. Потому что здесь я проявил свою ловкость. Ну что, китайцы, конечно, молодцы, придумывают всякое. Такой итог. Получается, так? У тебя есть государственное одно приложение. Оно предназначено для защиты от спама. Оно сдавало властям читателей Bloomberg и других иностранных сайтов с новостями. Которые запрещены так и на китайцы. Обалдеть. Ну... Нежелательно. Да. А, то есть они не запрещены. Читать можно, но просто пусть товарищ майор знает. Ну, я, кстати, не уверена. Не могу тут утверждать, что они запрещены или не запрещены. В этой новости говорится, что, кстати, преимущественно сдавало людей, которые читали финансовые иностранные сайты. Ага. Нет, не зачем вам читать про эти доллары и евро. Инвестируйте? Давайте... Рубли. Давайте к началу всей этой истории. Кто будет читать про рубли. Надо очень долго скроллить сайт, чтобы найти до рублей. Товарищ китайский майор, он читает про рубли, он сумасшедший. Короче, к началу истории, о чём это всё. Министерство общественной безопасности Китая разработало приложение по борьбе с мошенниками. Это приложение умеет фильтровать спам-звонки, звонки от иностранных резидентов вам даже, всякие вредоносные программы выявлять в телефоне. И, в общем, оно как бы рекомендовано просто даже, не то, что оно предустановлено. Правительство Китая его как бы рекомендовало установить на телефоны, но местные, ну, местные власти многих регионов заставили его установить пользователей как бы насильно. Ну, как бы, когда правительство Китая что-то рекомендует, ты это делаешь. Так вот, это приложение стало самым популярным приложением в стране. Объяснительно. Да. Как-то оно. Рекламная кампания была спонсирована даже государством. Там какие-то были истории про то, что, типа, даже какой-то полицейский у себя в соцсетях как-то продвигал это приложение. Вот, не знаю, я видел только… Тик-Токи снимал просто, ребят, стонарный, классный, госуслуги China. Не буду утверждать точно, что это так было, но ходят такие слухи. Без этого приложения люди, граждане Китая, не могут просто записать детей в детский сад, не могут снять квартиру себе, не могут получить паспорт. Подожди, а как это работает? Ты не знаешь, это как китайские госуслуги, реально, которые только через это приложение? Или когда ты записываешь, тебе говорят, нет, все нормально, мы вас, конечно, возьмем, брилку покажите, и ты такой, она у меня есть. Ну так, кстати, интересно, типа, как сертификат, знаешь, типа, на вакцинацию условно, типа, ты показываешь, все, ты нормальный человек, ты нормальный гражданин. Я пыталась найти, почему? Не нашла информацию, но мне кажется, там, может быть, у них тоже электронно нужно подавать всякие заявления, ну, вот эта вся волокита, и, может быть, там, это не работает без вот этого приложения, типа, там, как-то так завязывается. Давайте называть их китайские госуслуги. Ну да, вот эти китайские госуслуги. Так вот, от граждан Китая начали, ну, вступать в истории, то, что граждан начали вызывать в полицию и задавать все вопросы, типа... То есть майор поступила история. Да. Есть ли у вас связи за границей? Как часто вы посещаете иностранные сайты? Опа! Вот, и, причем жалуются, как бы, тысячи граждан на это, на то, что, собственно, приложение нарушает их конфиденциальность, и говорят, что оно просит предоставить около 29 разрешений, ну, то есть в телефоне, в том числе доступ в реальном времени к журналу звонков и к перепискам. Ничего себе! То есть, подожди, они как бы спрашивают тебя, ты можешь не предоставлять доступ, ты можешь сказать, никаких звонков, никаких переписок, и они такие, ага, галочки поставили. Правильно? Ну, по-моему, это просто при установке, типа, чтобы оно корректно работало, тебе нужно все это там... Ну, как тебе в айфоне пуш-уведомление включить, выключить? Ну, да. Конечно, житель Китая сидит, там, читает зарубежную прессу, там, финансовую, ну, окей, ладно, финансовую, что очень странно, прессу, и из-за этого его вызывают в полицию на допрос. Да, за то, что он посещает иностранные сайты. Да, ну, вообще, китайцы, получается, ябеда-корябеда, да? Ну, и прилка у них такая. Ну, нет, они же не сами жалуются, а жалуются. То есть, как бы... Ну, они тоже жалуются на приложение. Просто наши шутки про товарища майора, который читает твою переписку в WhatsApp, в Китае это не шутки. Да, ну и у нас тоже. Прекрасное государство Неверлэнд Эппл с ее президентом Тимом Эппл и божеством Стивом Джобсом выкатили недавно, именно в понедельник, в такой большой релиз iOS 15. И если ваше устройство не превратилось в кирпич, то вы можете увидеть следующие функции. А ты, кстати, накатил уже, да? Да, я обновил, я вот как только нажал кнопку обновить, я вспомнил, что все рекомендуют делать облачный. Я такой, я этого не сделал. Я просто 7 минут, 30 минут так сидел, пожалуйста, не надо, пожалуйста, не надо удалять все с моего телефона. Всегда ли при обновлении? Потому что я никогда до этого так не делала, у тебя просто обновляла. Вот, на самом деле это дело, потому что бывают такие случаи, когда при обновлении телефон превращается в кирпич. Даже очень, ну вообще создавать резервную копию надо, потому что было очень много багов. Я помню, какой-то был баг, когда ты в поиске вбиваешь какие-то символы, и у тебя телефон крашится. Помните, вот ходил слух, что определенную дату, если поставить в календаре, он крашится, и это подтверждалось. То есть это действительно так. Ставили, крашили. Да. Так вот, новая iOS, что же там нового? Я не буду перечислять абсолютно все, я выделю то, что лично мне понравилось, и, к сожалению, то, что сейчас пока доступно. Очень мне понравилась функция SharePlay. Класс. FaceTime. В чем она заключается? Ты можешь вместе с друзьями посмотреть что-либо. А я правильно понимаю, вот ты сейчас включаешь какой-нибудь видос, а у нас с Аней появляется это видео? Благодаря SharePlay. Я пока видел это только в Apple TV, точно это есть, то есть вы, условно, можете Теда Ласса посмотреть вместе с другом онлайн, при этом у вас будет один интерфейс, он будет онлайновый. А вдруг в другом городе, например, так что ли? Он в другой стране может быть. Даже в стране? Да, Телемос получается такой. Вы одновременно смотрите. Не верится. Да, вы одновременно смотрите фильм, и так же можно с музыкой. Но что с музыкой, мне кажется, глупо, то есть вы включаете Apple Music такие просто, новый альбом Беляйр, слушайте. Так, далее. Что еще из интересного? Ну, я не знаю, насколько это будет доступно в России, мне очень понравились карты, я вообще люблю иногда залипать в картах Apple, просто убивать. В картах Apple? Почему не в Google Maps? Почему? Потому что они, во-первых, 3D, и они очень красивые, ты вот, давайте сейчас покажу. Там человечка можно бросить? Никогда в них не злопало. Сейчас, да, там, по-моему, с 14-ой оси в ролике у них был показан Сан-Франциско, и прям... Город в стиле диска, да, 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 там очень красиво. Подключили AR, очень модный. Конечно. Так и что дальше-то, ну, можно пользоваться как Яндекс.Навигатором? Ну да. Следующая функция тоже интересная, и она такая весьма популярная сейчас, как мне кажется, будет там проосознанная жизнь сейчас все, про, там, эффективность, про медитацию. Вот они добавили функцию фокусирования. Функция позволит фильтровать уведомления в зависимости от того, чем вы занимаетесь. То есть, условно, если ты работаешь, и я, кстати, уже настроил это, то есть, пока ты работаешь, тебе со всяких озонов, со всяких, там, Ютубов не приходят уведомления, а приходят, условно, там, после 7 вечера. Всегда интересно, а раньше что, так нельзя, разве было? Нет, нет. А, то есть, раньше было вот как, я просто думал, может, я не пользовался этой функцией, ты просто отключаешь уведомления, и они не приходят. А теперь режимы, да, кастомизированные. Да, теперь это режим, да. Теперь это все так кастомизировано, при этом ты можешь назначить контакты, которые могут тебя беспокоить, которые тебя не могут беспокоить. Вот это полезно, кстати. Да, то есть, ты пришел на работу. Насколько я знаю, это немножечко поменяет вообще даже бизнес-модель некоторых приложений. То есть, это для… Если не завязаны на пушах уведомления. Да, для разработчиков это, на самом деле, такая и для кого-то хорошая новость, но в основном это такое наподумать, потому что, ну а как, если у тебя все время на пушах все работает, а твои пуши взяли и выключили, и что? Кому это, например, может навредить всяким… Health and Fitness приложение. Health and Fitness, да, наверное. А, ну кто-то может там и с интервальным голоданием. Да, 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 ты можешь просто… Ну, я не знаю, там, юзер забудет как-то или просто не придаст значения такому приложению, и все, твое голодание… Фича уже не фича. Но, опять же, это все там… Ну, то есть, это функция не по умолчанию. Условно, когда ты ее включаешь, у тебя туда все приложения сразу не попадают. То есть, ты создаешь условную вот такую группу приложений и добавляешь туда. То есть, вот эти отключаю, 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 отключаю. Пока ты сам это не добавишь, и по сути тут разработчики приложения должны, ну, как-то подвести к пользователю, что ли, показать значимость этой функции, и тогда, мне кажется, пользователь ее не отключит. Окай. Деньги сразу в онбординге указать, типа, не… Ты смотри, не выключи, да. А, вот это, кстати, интересный вопрос, потому что навряд ли Apple будет такая… Ну, приветствовать это. Они же, помните, был, когда они отключали функцию IDFA, чтобы они были против того, чтобы приложения и разработчики как-то навязывали это. Да, вот не отключай, иначе там, ты будешь там, не знаю… То есть, максимум спрашивать, навязывать нельзя. Да, ну, скорее всего, надо как-то просто органично это все сделать. Придумаем, придумают. И так, еще обновилась Safari, стали, появились, наконец-то, господи, появились группы закладок, что есть, понятное дело, можно шутить долго про Apple, то, что они копируют Android, в Chrome это было давно, понятное дело, но сейчас появилась в Safari, в Safari я очень сильно люблю, как браузер, я другие браузеры, телефон вообще не устанавливаю, и мне очень нравится, как он работает, и плюс появилась вот… Ну, там еще и чисто по картинке, по интерфейсу там поменялась, там строка поиска вниз ушла, уходит, а наверху теперь шапка сайта, как бы. Сейчас еще вернемся к новым функциям, одна из которых мне очень сильно понравилась, это онлайн-тексты в камере. Ой, это вообще полный конец. Да, это, ну, например, возможность на видеокамеру, ну, то есть то, что тебе на экране, там, даже не обязательно фотографии, а вот просто в предпросмотре камеры ты хочешь сделать снимок, есть возможность скачать, скопировать текст. О, это суперудобно. Да, то есть ты, например, условный студент, тебе исписанная вся доска лекции, ты можешь ее легко скопировать, переписать. Раньше я, кстати, этой штукой тоже пользовалась, но через Google Translate, типа, знаете, там наводите на русский язык, вот это все выделяешь, все… При этом у тебя там коряло. Ну да. Ну, слушайте, а в… Хотел заявлять, что оно очень классно работает, но пока только без русского языка. Да, пока русский язык мимо. Ну, то, что не показывали сейчас, то, что не показывали на видео, это прям впечатляет, то есть там написанный от руки текст на бумаге. Он прям настолько? Да, настолько. Я как раз хотел сказать, что как же на доске, это надо прямо аккуратно писать, а там он рукописный текст распознает. Причем он даже распознает мелкие символы, то есть, скорее всего, он будет степень нормально распознавать. Класс. Но интересно, как с формулами будет, то есть, условно, формул ты написал. Ну, надо, что называется, надо тестить, и мы тоже за кадром обсуждали, Никита привел пример Instagram. Мне кажется, это самый главный сценарий использования, когда Instagram же не дает активных ссылок и вообще не дает копировать. Текст в Instagram невозможно скопировать, все с этим воюют, и для SMM-щика это отдельная боль. А здесь это будет возможно, и теперь, наконец-то, ну, в общем, это какой-то другой уровень, потому что ты можешь легко это сделать, и много чего можно. Да, и причем они очень много каких-то фишек сделали с контентом. Например, вот эта онлайн-камера может тебе показать, ну, на видеокамеру ты можешь узнать какую-то дополнительную информацию, получить об объекте, там, можешь навести на породу собаку, он назовет ее породу. Вот, это привет Яндекс, и вот это возможно. У Гугла тоже такая штука есть. Да, да, да. Вот сейчас это есть, по сути, ваше приложение камеры, то есть, не надо ничего дополнительно скачивать. Все и так работает. Так. И одна из функций, которая, ну, так как глобально, но она в России будет недоступна, это частный узел iCloud, это сервис, через который можно подключаться практически в любой сервис. VPN, короче, встроен. Через VPN, да. Ни один оператор, ни один провайдер не сможет оследить, но в России… Не только в России же она будет. Ну, в России, скажем так… А что с Китаем? Мне интересно, мы только что обсудили историю с Китаем. В Белоруссии, это будет недоступно. В Казахстане, в Саудовской Аравии. Они, кстати, об этом сказали еще в… Ну, когда вот эта конференция была, я добавила в WDC. Не посидишь в Линкдине. Летом, да? Посидишь с этой штукой в Линкдине, но… Да. Это, кстати, плюс, наверное, для маркетологов, тех, кто привлекает трафик вот в этих странах, потому что, по сути, ну вот, пользователь перейдет по трекинговой ссылке в Safari, там, как бы, частный узел, то есть у тебя затирается твой ID. Даже не то, что при трекинговой ссылке, просто у тебя геопозиция будет постоянно в социальной сети, не в России, а ты будешь показывать кружок танцев в Самаре. Ну, короче, можно будет вот эту вот атрибуцию трафика по-старому, она, короче, будет работать. Да, но мне кажется, Apple в последнюю очередь думает о таргетологах, а в первую очередь все о пользователях. Ну, хотя бы что-то. Еще одна важная была фича, о которой ты не сказал, на мой взгляд, важная такая именно пользовательская, крутая, это поиск выключенного айфона. Это вообще классная история, что гаджет не будет разряжаться полностью, а всегда оставлять чуть-чуть заряда, как я понимаю, на Bluetooth-сигнал. И будет подавать его какое-то время. Да, и даже если тебя сейчас украдут девайс и очистят его, то есть он все равно, ты снова можешь его заблокировать. Ну, это классно. Вот это действительно прям очень полезная штука. А, и там, по-моему, сделали в локаторе, что ты отдаляешь на какое-то расстояние от телефона, и он такой, да, ты отдалился, да. Я тоже слышала про это. А, еще прикольная фича, которую я видела, это очень актуально сейчас в этот, в Apple Wallet, можно добавлять твои сертификаты о вакцинации, там, кто летает часто. Да, я тоже отчитал, но мне кажется, и, по-моему, слышали, что для России это не актуально. Да, вообще, к сожалению, все, о чем мы говорим, точнее, огромная часть о том, о чем мы говорим, для России не актуально. Мы вообще полностью не говорили ничего про возможности Siri, которые тоже очень сильно увеличились, потому что это не очень актуально на русском языке, ну и, как бы, смысл об этом говорить. Там много что случилось. Вообще, как эксперты заявляют, 15-я ось не такая революционная, как от нее ожидали. Мне кажется, уже давно Apple не в каких-то революционных... Ну, все равно, нет, имеется в виду не такая революционная, как ожидалось, в смысле, были предпосылки, были анонсы. А, то есть они ее не доделали. Да, они ее как будто бы не довыкатили, хотели сразу куча вообще каких-то функций интересных и для девелоперов, и для маркетологов, и для пользователей, чтобы все получили какие-то бенефиты. Пока что, по-моему, никто ничего не получил. Но эксперты говорят, что это связано с тем, что маленькое количество времени проходит. То есть за год ты не можешь все подготовить на все 100%. Может быть, может быть, да. Рубрика «Блиц». Британка зачала ребенка с помощью набора для оплодотворения с eBay. Ученые из США решили воссоздать мамонтов и заселить ими арктическую тундру. Тоже набором из eBay. Apple работает над распознаванием депрессии через смартфон. А, вот это хорошо. Из-за дефицита картофеля на рынке возможны проблемы с доставкой чипсов в сентябре и октябре, предупредил Лейс. Это я просто, если что, не знаю. Вот это плохо. Закупайте картофель, делайте деньги. Агрегатор Яндекс.Го потратит на обучение водителя такси через собственный сервис Яндекс.Практикум 20 миллионов рублей. Они смогут получить профессию аналитика данных, графического дизайнера или веб-разработчика. Среди некоторых доступных для изучения языков C-sharp. Это очень дорогие, кстати, профессии и очень дорогие курсы. Я знаю. Яндекс будет прям оплачивать им это все? То есть это не мы выждем из твоей зарплаты, а просто именно вот на? Сейчас я найду это. Он может работать в офисе и говорить, да я разработчик так, на время. Значит, я таксист. Вот. Яндекс решил перепрофилировать часть водителей в айтишников. Потому что они по ходу в курсе, что скоро там беспилотники заменят реальных водителей. И, наверное, они будут как-то их, там, эти беспилотники программировать. Может, управлять ими, что-нибудь такое делать. Короче, это такие водители 2.0 на максималках. То есть они будут заставлять водителей программировать роботов, которые их заменили. Вот так жестоко, на самом деле. Ну, короче, вот эта машина, теперь твой начальник. Ему надо код на часы. Обслуживай, да. Создана голограмма, которая может передавать тактильные ощущения. Вот это просто, во-первых, это в нашу метавселенную. Мы зафиксируем в нашей карте метавселенных. А во-вторых, слушайте, страшно. А зачем? Или не страшно? В смысле зачем? Ты знаешь, зачем? Для 5D кинотеатров. 455D кинотеатров, которые в торговых центрах. Конечно. Не знаю, что с тобой происходит. Чтобы ты смог не только посмотреть, но и пощупать. Сходили бы на пилу такую? Я бы не сходил. Я на другую-то не сходил. Я на 2D-шную-то, я на одномерную не пойду, потому что я боюсь пилы. А на что бы ты сходил? В 5D. А что бы ты смотрел в 5D? Это чтобы на мне плевали. Нет, плевали это 4D. И запах ты чувствуешь еще. Опять-то это, когда ты еще и тактильно ощущаешься, это хозяйство. Ну, не хозяйство, а... Хозяйство. Это хозяйство. Не знаю. Наверное, не люблю что-то трогать. Да? Нет, было смешно, если бы ты ответил. Ну, я бы, наверное, на офис сходил. Да? Ты такой, потрогал бы Майкл Скотта. Кулеры там всякие. Это было бы очень грустно. Причем из своего офиса. Чужий. И наш HR такой, так, Никита, ты что, трогал чужие кулеры? На этом все. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики и пишите в комментариях, что вам понравилось в iOS 15. Субтитры сделал DimaTorzok